Открытие первой и единственной в Иванове площадке для занятий экстремальными видами спорта в 2012 году стало настоящим событием. Город тогда стремился к званию молодежной столицы Европы. Денег на то, чтобы соответствовать европейским критериям, было не жалко. Стоил мини-скейт-парк по тем деньгам 6 миллионов рублей. Ребята, молодежь обращались достаточно давно, не было возможности, все откладывали. Но вот все-таки сейчас было принято решение, я хочу здесь отметить работу мэрии города Иваново, то что они, несмотря на все сложности, которые были у нас весной и с дорогами, все-таки нашли возможность для того, чтобы вообще заняться парком Степановым. Но и в первую очередь хотел бы отметить, конечно, эту площадку для экстремальных видов спорта. Спустя ровно 7 лет спортсменов-экстремалов в Иванове меньше не стало. А вот энтузиазма у городских властей явно поубавилась. Не так давно широкий резонанс в социальных сетях вызвал пост, опубликованный Ивановскими экстремалами о нынешнем состоянии спортплощадки. Ситуация была осенью, когда парк уже пришел в негодное состояние, появились дыры в фанерах, спортсмены начали травмироваться, прошла проверка, после чего парку Степанову был выписан штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что парк не в благосостоянии. Начали суетиться, поменяли фанеру, но не на всех фигурах. На фигурах, на которых не хватило фанеры, увезли на зиму, после чего хотели весной их поставить и выделить еще средства, поменять фанеру. Так как ситуация поменялась с руководством парка, фигуры благополучно ушли в металлолом, и на данный момент неизвестно, что с ними. На вопрос, почему вместо ремонта фигуры пропали совсем, новый руководитель парка ссылается на решение эксперта. У нас прошла проверка ЦМТО «Росстандарт», и выяснилось, что две конструкции, которые сейчас убраны с территории скейт-парка, они не соответствуют ГОСТу, помимо всего прочего. Остальные конструкции были отремонтированы администрацией парка за счет собственных средств. Сумма ремонта составила около 116 тысяч рублей. Получается, столько лет экстремалы катались на площадке, не соответствующей ГОСТам. Именно так. ГОСТ вышел в сентябре 2011 года, и распространяется он на фигуры, которые произведены до 1 января 2012 года. Наши фигуры произведены в июне 2012 года, соответственно, на них требования ГОСТ уже распространяются. В результате парк лишился половины фигур, а те, что остались, выглядят вот так. О каких-то спортивных достижениях на такой площадке говорить не приходится. Чтобы потренироваться, скейтеры, роллеры и бмксеры вынуждены гонять по площадям. Что, конечно, не всем прохожим нравится. При этом площадка остается поводом для гордости городского масштаба. Ведь именно здесь на каждый массовый праздник проводят фестивали экстремальных видов спорта. Приглашают участников из других регионов. Последний прошел здесь совсем недавно, в день города. Вот только гости видят, что гордиться тут, в общем-то, нечем. Приезжали вот недавно из Москвы, сказали, что это кошмар. То, что сделали со скейтпарком. Но когда они раньше сюда приезжали, было вообще круто, они радовались. И можно было больше трюков сделать из релищных. Молодежь ждет помощи и поддержки от руководства города. Ведь строить ничего заново не нужно было. Только следить за состоянием рамп и помогать с текущим ремонтом. В результате бездействия уже бесследно исчезли из парка две важные фигуры. Фанбокс и стрит-зона. Сейчас на их месте только надписи, напоминающие дирекции парка о том, что реставрация и ликвидация не одно и то же. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.